Привет всем, с вами Грендер, и сегодня я вам скажу о ошибке бета-патча 1.2.5.5.4.8. В чем заключается ошибка? Разработчики DayZ решили перевести DayZ на новый патч 1.2.5.5.4.8. Они это удачно сделали, но в DayZ Commander он не появился. То есть вы нажимаете Install Update, и его просто нет. Я обновлял DayZ Commander за самую последнюю версию, переустановил его раз в пять. За два дня мучился с этим, просил у друга, но слава Господи, что у моего друга есть стимовская версия. Итак, что нужно сделать? Берете ключ, который у вас есть в no-stim версии, которую вы активировали, и просто активируете его в стиме. Да, все так легко. Просто активируете его в стиме. Я раньше, вообще просто был... Раньше, когда я покупал no-stim версию, сюда нельзя было активировать. Просто, ну, не было доступа к этому. И вот, наконец-таки, спустя долгое время, его можно активировать. Да. И поэтому я активировал Operation Rough Head, и нужно всего лишь его скачать. И все. В принципе, больше ничего не нужно. Скачиваете Arma 2 Operation Rough Head и Arma 2 Operation Rough Head Beta. У вас она устанавливается. Вы заходите в Daisy Launcher. Я вам скину его в описании, ссылку на Daisy Launcher. В Arma 2 патч вы ставите папку к арме 2. Можете взять нелицензионную версию, как я вам... Ну, я вам дам торрент к нелицензионной версии. То есть вы включаете UltraEase, программа есть такая. Или там Daimon Tools, не знаю, через что вы пользуетесь. И просто образ диска распаковываете и загружаете Arma 2. Ключ. Запомните ключ. Нули. Просто нули. Подряд нули пишите, и все. И активируете ее. И ставите в Arma 2 патч именно папку, в которую вы закинули Arma 2. В Arma 2.0 патч вы ищете в папке Steam. Да, в папке Steam. И Mods Download Patch это... Да, Download Patch это то же самое. Вы кидаете ту же папку, в которой и Arma 2 патч. Тоже есть и в Steam Common, Steam Apps и так далее. В принципе, это и есть решение этой проблемы. Я не знаю, что вам еще рассказать. А, для Steam версии. Если у вас ничего не получилось из Steam версии. Вы нажимаете правой кнопкой Parma 2 Operation Raw Head. Нажимаете свойства, бета-версии. И тут нажимаете отказаться, тире, выход из всех бета-программ. Нажимаете закрыть, перезапускаете Steam. Ну, запускаете его от имени администратора. Нажимаете правой кнопкой, свойства, локальные файлы. И проверить стеллсинс кэша. После того, как у вас проверится стеллсинс кэша, вы спокойно можете играть. Это на Steam версии. Тут намного все легче. И остальные. То есть, смотрите. Вы сначала проверяете Arma 2 на целостность кэша, запускаете ее. Потом проверяете Arma 2 перешнуров хэд на целостность кэша, запускаете ее. Потом проверяете Arma 2 перешнуров хэд бета на целостность кэша, тоже запускаете ее. И потом вы спокойно можете играть. Это вот этот шаг, который я только что сказал, это нужно делать, если у вас ничего-нибудь получилось. Всем спасибо за просмотр, с вами был Грендер. Извините за то, что я не подготавливал никакого текста, я так вам говорю, потому что у меня не было времени на это. Спасибо всем, с вами был Грендер, удачи.